10 сентября на берегу озера Ритца прошел первый фестиваль моды «Ритца Фэшн». 10 сентября на высоте 950 метров над уровнем моря состоялся первый международный фестиваль моды «Ритца Фэшн». За плечами организатора фестиваля Владимира Лотника уже 20 конкурсов моделлеров юга России. По итогам 2008 года журнал «Индустрия моды» назвал его лучшим фэшн-продюсером России. В 2001 году прошел показ коллекции одежды в Новофонской пещере, организованной автором данного фестиваля моды. Тогда свое творчество представили модельеры Даганрога. Затем дизайнеры Абхазии Мадин Абганбасыр Машинкуба и Эльвира Ашсалия принимали участие в конкурсах модельеров юга России в Армавире. Через определенное время в Абхазском государственном университете стали готовить новое поколение модельеров. На первом международном фестивале моды «Ритта Фэшн» свою коллекцию представили профессионалы и молодые дизайнеры одежды. Показ был открыт коллекцией Натальи Улесько «Яркая непогода». Еще с раннего детства она увлекалась шитьем. Совсем недавно она переехала в Абхазию. Палящее солнце, проливной дождь, сочная зелень вдоль кромки моря и горный лес с багряными осенними красками – все это вдохновило ее на создание коллекции. За основу взят винил, не промокающий даже в тропический ливень. Сочные цвета, асимметричный крой, оригинальные детали и необычные фактурные сочетания – все, чтобы наслаждаться каждым осенним днем. Данная коллекция была представлена модельным агентством Тимура Гамгия Даймондс. Дизайнер из Дагестана Саида Адамова неоднократный участник международных показов, конкурсов, фестивалей моды. В работе она использует вязание, вышивку, ручное окрашивание тканей. К сожалению, Саида не смогла приехать на фестиваль, но передала две свои коллекции. Одна из них – Миркабам, завораживающие узоры. Ручной вышивки, драгоценные камни в сочетании с изысканным бархатом и нежным гипером погружают в мир тайн и перемещают в другую реальность. Представил коллекцию театр моды Celebrity Kids Сухум. Коллекцию под названием «Нежная ты» представила Валентина Покровская. На создание коллекции ее вдохновила очень нежная осень в Абхазии. Ласковое солнце, бархатное море и мягкие цвета в природе также нашли отражение в ее работе. Шоурум Света Космо представила свою коллекцию модной одежды. Основатель бренда Светлана Анкваб вместе со стилистами создает образы, в которых каждая девушка чувствует себя неотразимой. Модели лимитированных коллекций одежды разрабатываются под четким контролем и руководством Светланы. Совместно с российскими и зарубежными дизайнерами она создает уникальные вещи, которые соответствуют модным тенденциям. Шоурум выразил слова благодарности Лали Сичинава и ее моделям Элстар за помощь в предоставлении моделей, а также салону красоты Клеопатра за создание красивых образов. За гранью магического черно-белого так назвала свою первую коллекцию одежды в стиле авангард абхазская студентка Кама Тарба. Это самая юная участница фестиваля моды. Ей нравится создавать что-то новое, индивидуальное. Коллекция представляет образ смелой, яркой, неординарной личности, непростой крой, геометрические формы, нет украшений, акцент только на выразительной форме одежды. Особое место занимает в коллекции авторское полотно, выполненное вручную, черно-белая клетка разных размеров. Вторая коллекция дизайнера из Дагестана Саиды Адамовой «Ностальгия» выполнена в стиле Чикаго. Платье представлено из шелка, бархата, гипюра. Главная черта этого стиля – невероятная роскошь во всем. Дизайнер и основатель бренда «Бикоев Коллекшн» Хох Бикоев представил Южную Осетию. Он участник недели моды в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, в Геленджике и Владикавказе. Блики солнца, брызги воды. В виде принтов стали основным источником вдохновения дизайнера для создания коллекции «Вторая любовь». Информационный партнер фестиваля – Гагрское районное телевидение. Спонсор фестиваля – первый винзавод в Гагре. Директор – Алмаз Авицба. Партнеры фестиваля – Торгово-промышленная палата Республики Абхазия. Председатель – Тамила Мирцхулава. Гильдия ательера в Абхазии. Президент – Астамур Ахба. Правительство Москвы в Абхазии. Руководитель – Жоя Баутина. Санаторно-курортный комплекс «Континент Гагра». Администрация Ритцинского реликтового национального парка в лице директора Риты Лолуа. Салон красоты «Адель». Модельное агентство «Даймондс» и театр моды «Селебрити Кидз». Такси «Престиж». Особую благодарность выразили заместителю главы администрации города Сухом Леону Кварчия. Альдона Барциц и Милана Гунбе радовали гостей своим исполнением. Несмотря на погодные условия, первый международный фестиваль моды «Ритца Фэшн» прошел успешно. Дизайнеры выразили слова благодарности за проведенное мероприятие и обещали вернуться сюда еще не раз. Наша главная цель – это раскрытие потенциала у детей, их раскрепощение и развитие. Это самое первое, что мы хотим сделать для наших детей, для нашей Родины. Пусть она процветает вместе с нашими детьми. Сегодня мы представляли на фэшн «Ритца» на международном модном фестивале четыре коллекции, в числе которых были две коллекции русских дизайнеров, один осетинский дизайнер и абхазский. Мы, как представители модной индустрии Абхазии, хотим, чтобы такие мероприятия проходили у нас как можно чаще, потому что мы хотим, чтобы это развивалось и чтобы дальше было еще больше разных таких мероприятий, всяких модных вечеров и праздников. Это моя вторая коллекция, она называется «Вторая любовь». Она была вдохновлена морем, солнцем, хорошим настроением, в принципе, то, что ей нужно летом. Абхазии желаю процветания. Я очень рад сегодня быть здесь, потому что Абхазия для меня – это братская республика. И я желаю им процветания, мира над головой, чтобы всегда все были здоровы, счастливы, побольше им счастливых праздников и красоты. Сегодня мы выступали в помощь магазина «Света Космо», участвовали в международном фестивале. Были, конечно, сложные условия погодные, но мы справились с этим. Наши модели были одни из самых лучших, самых красивых. Девочки вели себя достойно, было все организовано супер. Я надеюсь, что всем понравилось, и мы будем постоянно принимать участие в таких мероприятиях. Осуществить показ коллекции одежды на озере Рица у меня удалось, потому что перед этим была серия показов на природе. Первый был показ ровно 20 лет назад, в 1999 году, на склоне Лебруса, на высоте 3500 метров. И этот фильм я привез в 1999 году в Абхазию. Он был показан накануне Дня Победы, 29 сентября. И меня спросили, будете ли вы показывать коллекцию одежды в Абхазии. И я сразу подумал, он заряется. Но вот прошло 20 лет, и я пришел к этому. Этот показ чем характерен, как и те, которые были на Лебрусе или на Афонской пещере? То, что мы соединяем не рукотворную красоту, а красоту творения рук человеческих. И мы это видели сейчас. И просто эффект показа коллекции одежды, мне кажется, гораздо выше, чем в помещении. Но это сложнее. Показы, наверное, в Брусе или там в пещере, они экстремальные. Здесь тоже в какой-то степени, потому что шел дождь, мы от него не могли спрятаться. Мы сделали шатер здесь у озера. Поэтому я думаю, что на следующий фестиваль в Абхазии, я планирую делать ежегодно, будут дизайнеры одежды побольше, абхазских. А сейчас как бы поровну и российские дизайнеры, и южно-осетинские, и абхазские. Я намерен этим заниматься. Мне это нравится, потому что это красиво, и это нравится многим людям. Продолжение следует...